В ночь с пятницы на субботу губительное пламя охватило цех фабрики Уралобувь. Пожару был присвоен повышенный номер сложности 2БИС. В половине первого ночи на улице Мира прибыло 18 подразделений управления пожарной охраны. Последняя машина покинула фабрику только в половине восьмого утра. Горел один из немногих действующих цехов по производству рабочей обуви. Причину возгорания выясняют дознаватели. Однако у директора акционерного общества есть веские причины подозревать в злодействии конкретных людей. 99% это от ремонта сторонней организации кровли. Где они использовали как бы в нарушении технологии газовые горелки на мягкой кровле. А что? Они закончили работу где-то, ну по-моему, где-то часов в 9. В пострадавшем цехе сосредоточено около 70% всего производства фабрики. Временно без работы остались 200 человек. Что самое печальное, именно в третьем цехе работало большинство уралобувских инвалидов. Известно, что в этом районе компактно проживают и трудятся обувщиками люди с нарушениями слухового и речевого аппарата. Другими словами, глухонемые. Как обычно, в пятницу они закончили рабочий день, а в понедельник пришли на пепелище. Кроме готовых кирзовых сапог сгорело 6 производственных машин и комплект колодок. К счастью, не пострадало самое дорогое импортное оборудование фабрики, установленное в этом же цехе. Ущерб, тем не менее, немалый. У фабрики тяжелое финансовое положение, и мы, конечно, обратимся к правительству города с просьбой о неком финансировании. Ну, естественно, это банковское финансирование, это под кредиты, но деньги будут необходимы. Если фабрике будет предоставлен кредит, восстановить производство удастся за 3-4 дня. На ремонт собственными силами уйдет от 10 дней до полумесяца. Продолжение следует...